1944 год стал годом побед антигитлеровской коалиции. Большая часть этих побед пришлась на советско-германский фронт. Уже впоследствии, в Брежневскую эпоху, эти крупнейшие операции на фронте в 1944 году станут называть совокупно 10 ударов Сталина. 27 января 1944 года Красная Армия снимает блокаду с многострадального Ленинграда. Единственный за всю войну салют за пределами Москвы прозвучит именно здесь. В феврале удар наносится уже совсем в другом месте. На правобережной Украине терпит поражение немецкая группировка, окруженная в районе Корсунь-Шевченковского. В мае в результате Крымской операции осуществляется освобождение полуострова и 9 мая ровно за год до победы войска Красной Армии вступают в Севастополь. В июне далеко на севере в результате выброска Петрозаводской операции Красная Армия форсирует линию Маннергейма и уже в сентябре Финляндия выходит из войны. Не отставали и союзники 6 июня 1944 года в Нормандии США и Великобритания высаживают десант, осуществляя крупнейшую в истории человечество десантную операцию. Они правда немножко опоздали, в Тегеране была достигнута договоренность об открытии второго фронта не позднее 1 мая, но тем не менее открытие второго фронта состоялось и теперь военное положение Германии еще более осложнилось. Но главный удар 1944 года, главное событие состоялось в Белоруссии. Красная Армия готовила операцию по наступлению, которая получила название Багратион. Целью операции являлось освобождение Белоруссии. При подготовке этой операции два лучших ума Красной Армии Жуков и Рокоссовский вступили в ожесточенную дискуссию. Рокоссовский предлагал новое с военной точки зрения, с точки зрения военной науки решение. Наносить не один главный удар, а сразу два. Причем каждый из этих ударов должен был являться главным. Рокоссовский мотивировал это тем, что в Белоруссии край болот, лесов, здесь мало дорог, по которым может успешно продвигаться крупная армия. Поэтому, пробив брешь, во фронте армии могли просто встать в гигантскую пробку и потерять мобильность. Ставка утвердила план Рокоссовского. 23 июня 1944 года Красная Армия начала наступление в Белоруссии. В той самой Белоруссии, в том же июне, где три года назад она потерпела одно из самых горьких своих поражений в истории. План Рокоссовского полностью себя оправдал. Удары были настолько мощными, что группа армий «Центр», доселе считавшаяся самой надежной группой немецких войск, просто рухнула. Управление войсками было потеряно, связь отсутствовала, части перемешивались. Ситуация напоминала 1941 год, но только теперь. Проигрывающей стороной была не Красная Армия, а немецкая. Начавшись в июне, наступление Рокоссовского безостановочно продолжалось до осени 1944 года и затормозилось лишь на границах Германии. Результаты операции превзошли все ожидания. Они были настолько впечатляющими успехи Красной Армии, что западные журналисты, зная о том, как тяжело союзникам воевать с немцами в Нормандии, даже выразили сомнения в том, что эти победы настолько блестящи. Красная Армия, конечно, прекрасная армия, но может быть это вымысел советской пропаганды? Тогда советское руководство решило продемонстрировать свои успехи не совсем обычным способом. В июле 1944 года в Москве состоялся так называемый парад немецких военнопленных. Целый день по Москве шли многотысячные колонны офицеров и солдат противника, для которых война уже закончилась. Были приглашены западные журналисты и корреспонденты, на которых это зрелище произвело сильное впечатление. Теперь уже мало у кого были сомнения в том, что война может закончиться не иначе, как победой СССР. Вслед за операцией Багратион Красная Армия наносит ряд ударов в других регионах. В августе в Румынии. В ходе Ясокишиневской наступательной операции Румыния вынуждена выйти из войны. В сентябре войска Красной Армии освобождают Прибалтику. В декабре боевые действия идут уже на территории Венгрии. Военно-морские силы США, используя тактику трамплинов, перепрыгивая с одного островка Тихого океана на другой, также наносят поражение японскому флоту. В результате боев на Тихом океане Япония потеряла в 1944 году весь авианесущий флот. Что значительно ухудшило ее положение. В общем и целом, к концу 1944 года стало понятно, что война завершится в следующем 1945 году. По крайней мере в Европе. Все союзники Германии покинули ее. 28 декабря под Новый год последний союзник Германии и Венгрия вышла из войны и объявила войну Третьему Рейху. Дни которого были уже сочтены. Конечно, в начале 1945 года хотелось поскорее добраться до Берлина и овладеть штурмом германской столицы. Однако наступление на Берлин пришлось отложить, так как с севера могла нанести фланговый удар наступающим советским войскам. Восточно-прусская группировка, а на юге немцы, окруженные в Будапеште, все еще сковывали советские войска. Поэтому сначала приняли решение зачистить фланги. 13 января 1945 года началась знаменитая Восточно-прусская наступательная операция. В результате которой 9 апреля советские войска овладели городом-крепостью Кёнигсберг. Восточно-прусская операция стала одной из самых кровопролитных операций последнего периода войны. И самой расходной по количеству боеприпасов. Единственная медаль за взятие не столичного города была учредит дина за взятие города-крепости Кёнигсберг. Таким образом подчеркивалось значение и важность этого города. В феврале пал Будапешт. Теперь уже ничто не мешало Красной Армии двинуться на Берлин. С 16 апреля по 2 мая 1945 года осуществлялась Берлинская наступательная операция. Она осуществлялась силами трех фронтов Красной Армии. С севера Берлин штурмовали войска 2-го Белорусского фронта под командованием Рокоссовского, с юга 1-го Украинского фронта под командованием Конева, а по центру наступали войска 1-го Белорусского фронта маршала Жукова. Лишь в первые три дня операции немцам на Зейловских высотах удавалось сдерживать наступательный порыв Красной Армии. Но к исходу 18 апреля войска прорвали этот рубеж обороны и устремились на Берлин лавиной. Надежда немцев на то, что им в спину ударит армия союзников, также не оправдалась. 25 апреля, в день, когда советские и американские войска встретились в маленьком городке Торгау на реке Эльба, Берлин был полностью окружен. Вырваться из этого кольца возможности уже не было. С каждым днем оно сжималось все теснее и теснее, бои шли уже на улицах германской столицы. 30 апреля бойцы 150-й стрелковой дивизии 2-й ударной армии Кузнецова прорвались в центр города и устремились к зданию Рейхстага. Рейхстаг являлся зданием парламента и в тоталитарной Германии значение этого института стремилось к нулю. Однако это было очень красивое и симпатичное здание в центре, на котором было очень здорово водрузить красный флаг. Вечером 30 апреля над пылающим Берлином бойцы Егоров, Кантария и Берест водоружают красное знамя. В тот же день Гитлер покончил с собой. Несмотря на то, что над Берлином уже реял красный флаг, берлинский гарнизон продолжал ожесточенное сопротивление и капитулировал лишь 2 мая. Ну и после капитуляции Берлина война продолжалась, потому что немецкие войска в ряде других территорий продолжали ожесточенное сопротивление. 8 мая 1945 года в пригороде Берлина Карлсхорст была подписана полная и безоговорочная капитуляция Германии. От СССР ее подписал Жуков. Ну а днем Победы станет 9 число, потому как капитуляцию подписывали поздно вечером и по берлинскому времени все еще было 8 число, а вот по московскому наступил победный день 9 мая. Но и с подписанием капитуляции боевые действия продолжались. Последнюю наступательную операцию времен войны Красная Армия проведет именно 9 мая. В этот день советские войска ворвутся в столицу Чехословакии, Прагу. Пражская наступательная операция завершится освобождением города. Война в Европе закончилась. Однако боевые действия на Тихом океане еще продолжались. Американцы медленно продвигались и были далеки пока еще не только от штурма Токио, но и даже от попадания на японскую территорию. Лишь в марте 45-го года после упорных боев им удалось овладеть островом Ивадзима, который был первым японским островом, захваченным американскими войсками. Однако в начале августа ситуация для Японии резко меняется. Она еще контролировала огромные территории в Китае и в Корее и могла бы долго вести войну, но в начале августа состоялось несколько очень серьезных событий. 6 и 8 августа американцы подвергли города Хиросиму и Нагасаки ядерным бомбардировкам. А 8 августа в войну вступил СССР. Советский Союз на Ялтинской конференции в феврале 45-го года обещал начать войну против Японии не позднее трех месяцев после капитуляции Германии. Удар Советского Союза оказался страшным и очень серьезным. На Дальний Восток приехала одна из лучших армий в мире. Начав бои 8 августа, уже через 23 дня советские войска разгромили в Маньчжурии миллионную квантунскую группировку, разгромили с минимальными потерями, заняли территорию Северо-Восточного Китая, Северной Кореи, высадили десанты на Курильских островах и заняли территорию Южного Сахалина. Вступление в войну СССР не оставляло Японии никаких, даже маломальских шансов. 2 сентября 1945 года на борту американского линкора Миссури Япония подписала капитуляцию. От Советского Союза ее подписал генерал-лейтенант Деревянко. Вторая мировая война, продолжавшаяся в течение шести лет и ставшая самой кровопролитной войной в истории человечества, завершилась победой антигитлеровской коалиции.